Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня 1 февраля, и день такой прям знаменательный. Сегодня у меня с утра уже 8 тысяч подписчиков. Вот, и скоро будет миллион просмотров. По этому поводу я решила розыгрыш сделать. Давно я ничего не разыгрывала. Я думаю, что пора, тем более повод такой. Вот. Сегодня я съезжаю с этой квартирки. Приезжает Татьяна Валерьевна сегодня. А я уже и привыкла к ней. Ну, а как говорится, пора и честь знать. Вот. Чемодан мой. Как человек обрастает барахлом. Просто. Приехала с одним чемоданом. Теперь и пакет, и сумка еще. Ой. Ну, а что, конечно, краски, всякое. Покупаешь же, постоянно что-то нужно. Прям листья вот как желтеют. Я его поливаю, он все равно. Солнышко какое прям, ох. Ну вот, мои хорошие. Короче говоря, пойдем посмотреть, что будем разыгрывать. Ну вот, сделала я вот такое украшение. Это аметист. Еще сделала серьги к этому украшению. Но я просто уже все собрала и куда-то засунула их. Не знаю, сейчас искать. Ну, они вот такие. Просто вот такая бусинка. Вот такая бусинка на швензочке. Вот. Вот, да, у меня слова-паразиты. Вот, вот. Вечно. Ой, самой слушать противно. Ну, что нужно для того, чтобы участвовать в конкурсе. Нужно подписаться на мой канал. Ну, и желательно поделиться видео со своими друзьями. В общем-то, не так и много нужно. Так что, мои золотые. Есть у вас неделя на то, чтобы решить, нужно вам это или нет. А я вас жду. А, да, еще, господи. Нужно еще комментарии оставить под видео. Чтобы знать, среди кого разыгрывать-то. Так что, мои дорогие, дерзайте. А я порадуюсь за того, кто выиграет. Мои хорошие. Сняла я там розыгрыш бусиков. Потом стала читать комментарии. Комментарии я все читаю. И это самое. И там такой вопрос был. где я работала. О, девчонки, где я только не работала. По образованию я связист. Чаще так в жизни бывает, что работаешь там, где нужно. И совсем не по своей специальности. вот и мне так же как-то в жизни получалось. Трое детей. Раньше плохо было с местами в садиках, куда деваться, пошла работать нянечкой в садик. Потом я работала в салоне красоты во Фрязино на улице Полевой. О, и время было. Мне так нравилось там работать. Я работала мастером маникюра и педикюра. Хорошее время было. Очень мне нравилось там работать. У нас директор была очень хорошая, Валентина Ивановна. Девчонки хорошие были. Денег было. Ну, жизнь штука такая. Разошлась я с мужем. Куда с детьми идти? К маме, что ли? Да ну, я уже взрослая девочка. И пошла работать на стройку. Ага, заработала квартиру. Ну, конечно, после салона красоты. Не очень-то на стройке хорошо работают. Ну, что делать? А потом я переехала в Мурманск. И тоже, собственно говоря, работала где. Где придется. А еще девяностые годы. Бардак. Работали без всякого труду устройства. Ой, как вспомнишь, аж страшно. Я одно время летала в Баку. Покупала там махровые простыни и полотенце. Просто не были однотонные, а полотенце с рисунком. Ну, вот как пачка сигарет Кэмал. Ну, с цветами с какими-то. С попугаями. И шила халаты. Вот жизнь-то была. Летала в Баку в 91-м году. Когда там танки стояли. Жуть. Но продавать я не умею. И приехали ко мне мои друзья. Андрюшка мне говорит. Люб, езжай домой. У тебя такое лицо. Кто у тебя что купит? Ну, вот не умею ее продавать. Да. Ну, правда. Ой, солнышко какое. Так, ну ладно. Надо походить еще поговорить. Че я буду дома-то, да? Ну, вот. Ну, вот. В 90-е, конечно. И ничего не в стаж не вошло. Практически вообще 10 лет. Лучше. Выпало. Вот. Работала. Ой, даже в ларьке работала. Кошмар. Вот. Потом я работала в кафе, в караоке. Вот. А потом у меня родился внук старший. И мне Костя говорит, мам, приходи к нам на работу. Вон, радуга, видно, интересно, нет? Прям радуга. Ну, вот сейчас батарейка сядет. Так. Ладно, дома-то расскажу. Батарейку надо поменять. Вот, магазин я сходила. Завтра ведь годик моему младшему внуку. Уже год. Прям надо же, прям радуга. Радуга. Видно вам, девочки? А еще завтра у меня... Пойду получать паспорт. Как пропишут меня, без проблем или нет. Вот завтра это дело решится. Это я поснимаю, конечно, и вам расскажу. Что там получится. Я, конечно, думаю, кому я, пенсионерка, нужна? Ну, штраф-то, понятно, заплатить придется. Что столько не прописано было. Три года. Ну, ладно. В общем, короче, посмотрим. Завтра покажет день, что будет. Вот. А пока, мои дорогие, 8 тысяч нас. Ну, только единственное, люди прибавляются, а просмотров как-то не прибавляется. Ну, может быть, если и прибавляется немножко. Где эти 8 тысяч человек? А может, кто-то подписывается ну, из-за украшений. А кто-то, может, подписывается из-за вот цемента, что я делаю, да, из цемента. Они, может быть, только это и смотрят. Но все равно 8 тысяч. Алинка, мы с тобой даже не мечтали о такой цифре. Но дело твое живет, моя дорогая. Жалко, что ты этого не видишь. На. 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 Субтитры сделал DimaTorzok